В Ивановском институте ГПС МЧС важное событие. На Аллее Славы возле учебного корпуса появилась памятная доска с именами выпускников учебного заведения, погибших при исполнении служебных обязанностей. За каждым из имен история мужества и доблести. Александр Кузнецов погиб на пожаре 25 лет назад. Несмотря на прошедшее время, друзья и сослуживцы помнят его. Мне посчастливилось под его руководством поработать. Это был очень требовательный, это был светлый капитан. Рествовала себе какую-то радугу, счастье. Он был не то, что он был супер профессионалом. Несколько самых сложных пожаров, когда 200 метров проползти в туннеле, когда горела ТЭЦ, это было что-то невероятное. 200 метров в ползком, в дыму, в температуре. Накануне смерти, в пятницу, помню, мы с ним просто рукой друг друга перехватили перед службой, а на следующий день он погиб. Жаль нашего товарища, просто жаль. Он мог бы много еще сделать в этой жизни. Помимо открытия доски, состоялось еще одно важное событие в жизни института. 13-м экспонатом пополнился музей техники под открытым небом. Это пожарная телега старше других представленных на экспозиции агрегатов более чем на 50 лет. По сути, это прадед современной пожарной машины. Это как раз та телег, которую качали два или четыре пожарных, подавали воду, когда не было еще ни насосов, ничего. Это именно самое старое, 19 века. Изначально на аллее, кроме памятного мемориала, было установлено 4 объекта пожарной техники. Это пожарного мотоцикла и автомобили. За три года наш музей вырос до 13. В планах у руководства института пополнять коллекцию техники и дальше. Возможно, вскоре экспозиция пополнится более экзотичными машинами. Главное – найти для них свободное местечко на аллее. Остальное – не проблема. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.